Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен в начале выпуска коротко о главном. Кто крадет лошадей в Бухаржираусском районе, вы узнаете из сюжета о Емамриной. В Караганде подорожал бензин. Автобладельцы возмущены. Впереди открытие купального сезона и на водоемах уже появляются первые отдыхающие. В Бухаржираусском районе орудуют конокрады. Уже на протяжении пяти лет жители сел Корнеевка и Туртколь потеряли более 50 голов. Каждый день выгоняя скотину на пастбище, сельчане боятся недосчитаться ее вечером. Местные правоохранительные органы на заявления потерпевших не реагируют. Иногда даже отказываются регистрировать обращение, жалуются потерпевшие. Несколько жителей двух сел Керней и Туртколь приехали в соседний поселок Умыткер, где, по их словам, проживает конокрад, чтобы самим провести расследование. В одном из сараев этого аула Сакен Сармантаев нашел свою лошадь благодаря номеру на шее животного. Такую меру потаврирования у мужчина предпринял после постоянной пропажи коней с пастбища, ведь за последние годы у него украли около 20 голов. Об этом, кстати, люди неоднократно сообщали в полицию, но правоохранительные органы только разводят руками. Доходило до курьезов. Мужчину самого обвинили в воровстве и даже задержали на три часа, говорит Сакен. За столько времени имени раскрыта не одна кража. Одну из пропавших лошадей нашел лично сам и позвал участкового. Она находила в сарае у родственников Аспанова. А бывший участковый поселка Туртколь, Алпаспажумадельда, обидит своих односельчан, говорит с возмущением. Теперь и он на их стороне. Всего в их ауле пропало около 25 коней, в том числе и его собственные. Аксакал уверен, что в плохой раскрываемости краж виноваты люди в погонах. А появившиеся после нашего визита блюстители порядка о конократстве, как оказалось, знают. По их словам, все под контролем и виновные будут наказаны. По факту обращения жителя села Корнеевка с Армонтаева, хочу сказать, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемый лицо у нас установлено. В кратчайшие сроки будут деланы правильно в суд. По остальным фактам обращения у нас своевременно возбуждаются уголовные дела, проводятся расследования. Для потерпевших жителей сел выращивание скотины – единственный вид дохода. А постоянная пропажа лошадей бьет по семейному бюджету. Если в ближайшее время полиция в ситуации не разберется, они намерены обратиться за помощью к самому главе государства. Аймамрина Жасулам Акулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В Караганде подорожал бензин. Уже несколько дней на автозаправочных станциях нашего города стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 10-15 тенге. Такому повышению цен автолюбители явно недовольны. Но, несмотря на их возмущение, цифры перед жарким сезоном взлетают вверх. Буквально неделю назад министр экономики прокомментировал ситуацию с повышением цен на нефть на мировом рынке. Еще тогда из его слов было понятно, что скачок коснется и бензина. Так и получилось. АИ-92 с отметки 96 взлетел на 110. Очередное повышение цен на горючее перед самым жарким и насыщенным сезоном отдыха посева и сенокоса определенно ударит по кошельку каждого владельца транспорта. Наоборот, предполагали снижение цены на бензин. В связи с чем, собственно говоря, он подорожал вообще никому неизвестно. Само собой в наше тяжелое время удорожание бензина само собой влияет. Вот именно тот, который заправляемся, 92-й подорожал почему-то, не знаю почему. То есть, ну это не очень хорошо, когда бы он на той стоимости, которая до этого была, было прям очень замечательно, прям шикарно. Все опрошенные повышением крайне озабочены. Наверняка теперь поднимутся цены и на продовольственные товары. Уверены многие, надзорные органы должны взять ситуацию под контроль. Маленькую девочку, годовалую Анелю Марченко, социальные работники определили в детский дом Шапогат. Родные малышки не смогли обеспечить ей должных условий жизни. В квартире антисанитарные условия. Но Олеся Мирошниченко, мать девочки, с такой судьбой своего ребенка не согласна. Ради того, чтобы забрать ее из приюта, она готова исправить ситуацию. Помочь женщине взялся Карганинский дом мамы. Сейчас Олеся Мирошниченко плачет, вспоминая свою девочку. Очень раскаивается, что не смогла обеспечить ей нормальную жизнь дома. Социальные защитники решили, ребенку пока лучше в детском доме, так будет безопаснее. Мама девочки беременна и к тому же работает. Анеля под постоянным присмотром у бабушки. Кормить малышку нечем. О самой Олесе довольно хорошо говорят соседи. В сложный период ее жизни женщину готовы принять в доме мамы. Я очень хотела бы вернуть свою дочку, которая находится маленькая, в детском доме. И я бы все сделала абсолютно для нее. Соседка Олеся и Борет Бертханова считают, что девушке нужно дать второй шанс. Семья неплохая, только нелюдимая, говорит женщина. Я думаю, что с матерью родной-то лучше будет ребенку, чем в детском доме. Я думаю, что ей надо дать шанс какой-то. А социальный работник поликлиники номер два Динара Ситкулова, которая и поспособствовала передаче ребенка в детский дом, о жилищных условиях семьи Мирошниченко вспоминает с возмущением. Олесю неоднократно предупреждали, что нужно навести порядок. Маму я предупредила, сказала, Олеся, тебе надо поехать туда, узнать, как дальше это действует. Ребеночка тебе вернут. Это временно. Ты должна за это время жилищно-бытовые условия наладить. По словам Динары, у нее на участке много семей, которые только после таких крайних мер, как передача ребенка в детдом, берут себя в руки. Их примеру хочет последовать и Олеся, пока она собирается жить в доме мамы. Помощи от мужа и своей матери женщина не ждет. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Дольщики рухнувшего здания Бесабэй так и не получили ответа от властей. Их главный вопрос, когда им выдадут новые квартиры вместо потерянных. Напомним, что два дня назад более 50 дольщиков собирались у дверей городского акимата, требуя выдать законную жилплощадь. Ответ чиновников на вопросы дольщиков так и не пришел. Ни вчера, ни сегодня. Люди всерьез обеспокоены. Ждут нового жилья три года, ровно как в известной пословице. Бороться за свои права дольщики намерены до конца. Ведь многие вложили в Бесабу свои последние средства. И сейчас скитаются по съемным квартирам. Также пострадавшие жильцы намерены обратиться к адвокатам. Я не знаю, наверное, будем нанимать адвоката уже, потому что так тоже дело не пойдет. Морозят они конкретно, никто никакой ответ не дает. И даже нас не принимают. Нормального ответа нет. К другим новостям. Особенности отопительного сезона в Караганде и возможность введения оптимального тарифа на услуги городских КСК обсуждали на ток-шоу «Шахар» народные избранники, чиновники и общественники. Что выяснили в ходе споров и разговоров, увидите в программе «Шахар» 30 мая в 19.00 и 31 мая в это же время в эфире нашего канала. 206 дней, которые согревали Караганду. Да, в этом году увеличилась аварийная ситуация по Караганда-Жарик. Она была связана с погодными климатическими условиями в декабре месяце и в апреле, когда был сильный ветра и мокрый снег, дождь. Штормовые ветры и пляска проводов чуть было не лишили тепла и уюта тысячи карагандинцев. Караганда-Жарик тариф не повышает. Он устанавливает, определяет свой тариф по передаче электроэнергии. А в целом тариф устанавливается Караганда-Жлузбытом. Бекет Бекович правильно сказал, кто хвалит коммунальщиков. Действительно, это такая отрасль, где никого не хвалят. Особенность подготовки отопительного сезона этого года является то, что все нас и четыре услугодателя в этом году защищают инвестиционную программу на 16-20-е годы. Куда обращаться, если на сетях авария? В Карагандинской области, во-первых, создана единая диспетчерская служба области, при Акимате области. Продолжение следует. Борьба с разрытиями во дворах Караганды. Мы, конечно, перед горожанами извиняемся за неудобства, то, что создали. Но вот эти работы сейчас мы уже довыполняем, устраняем. Когда нерешенное решится? У нас один из серьезных вопросов по городу остается – это малые поселки. А каким быть тарифу за услуги КСК в Караганде? То есть, если будет 8 тенге, то эта услуга будет прожим там дворника только. Если хотим дом нормально содержать, то, соответственно, должна быть нормальная оплата. И есть определенные конкретные правила. Придумывать ничего не надо. Тариф этот исключительно очень низкий. Его надо менять. Среди населения, жители, это жалобы идут на органы управления КСК, вот куда уходит средство. Мы просим помочь Маслехаттанам в повышении тарифа. Я не сказал, что мы устанавливаем, Маслехатт не устанавливает. Самые горячие споры. Смотрите на Первом Карагандинском в эту субботу и воскресенье. В прошлом году на водоемах Карагандинской области утонуло около 20 человек. Чтобы не повторить подобных трагедий в текущем сезоне, спасатели уже сейчас бьют тревогу. Впереди открытие купального сезона и на водоемах уже появляются первые отдыхающие. Сегодня на брифинге специалисты говорили о мерах безопасности на воде. Подробности далее. Впереди летние дни и школьные каникулы детей. Купальный сезон будет в самом разгаре. В Карагандинской области открываются пришкольные и загородные лагери, зоны отдыха и пляжи. У спасателей работы прибавится. Но не стоит забывать, что и от людей тоже многое зависит. Несмотря на сложное прохождение паутрового периода практически по всей территории области и разливом реакоразрушителей, впоследствии не удалось избежать от больших человеческих жертв. Тем не менее, в спокойной обстановке в этот период, как я сказал, погибает очень много населения. В постоянной готовности находится личный состав семи спасательных станций и четырех маневренно-поисковых групп, дислоцирующихся на побережьях Федоровского, Самаркандского, Щербай-Нуринского, Кингирского водохранилищах на озерах Балхаш и Айнаколь. Если при нахождении в местах отдыха на водоемах, не допускается. Первое – это выходить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Второе – прыгать в воду с лодок. Третье – нырять в непроверенных и необорудованных местах. Заплывать за буйки, обозначающие границы заплывок. Загрязнять и засорять водоемы. Вот эти все правила, которые утверждены правительством, это неспроста, уважаемые коллеги. Надо их довести до всех водопользователей. Сейчас специалисты готовятся встретить отдыхающих и уже проводят предупредительные беседы. Будут созданы отряды добровольных спасателей. Для этого всем желающим нужно пройти специальное обучение и получить навыки оказания первой помощи. Добровольцев просят обратиться в отдел занятости города. Гульнур Жакенжа, Сулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. На заседании областного Маслихата рассматривались вопросы исполнения областного бюджета за 2014 год и развитие местного предпринимательства. Итоги оказались не радужными, но вполне оптимистичными. До сведения депутатов о исполнении областного бюджета доела руководитель областного управления экономики и финансов Ольга Чернявская. Валовый региональный продукт по итогам 2014 года составил 2,160,000,000 тенге с ростом на 2,3% к соответствующему периоду прошлого года. Удельный вес региона ВВП страны 7,7%. Это четвертое место по стране. Истекший год был завершающим по реализации ряда действующих государственных и отраслевых программ, результаты которых свидетельствуют о достижении почти 90% запланированных целевых индикаторов. В 2014 году увеличены следующие виды поступлений. Неналоговые – от продажи основного капитала, трансферты, погашения кредитов, займов, от продажи финансовых государственных активов. А налоговые поступления уменьшились на 500,000,000 тенге. В области ведется работа по пропаганде товаров казахстанского производства. Для этого Палата предпринимателей области предлагает организовать конкурс по выявлению рейтинга для супермаркетов и других торговых точек. Сегодня востребованы профессии в сфере услуг. Для подготовки специалистов в сфере услуг ведется профессиональное обучение в 19 колледжах области по следующим специальностям – организация питания, маркетинг, парикмахерское искусство и декоративная косметика, швейное производство, моделирование одежды, организация обслуживания гостиничного хозяйства, обслуживание, ремонт телекоммуникационного оборудования, социальная работа, оценка и сервис. По указанным специалистам обучается 4 120 учащихся, из них 3 2034 студентов обучаются по государственному образовательному заказу. Ежегодно по этим специалистам выпускается 1400 специалистов. Правда, уровень сервисного обслуживания в регионе желает быть лучше. Население сегодня грамотное и отлично знает свои права и в какую организацию следует обращаться в случае низкого обслуживания. На первом месте по жалобам оказалась розничная торговля. Это и некорректное обслуживание покупателей, невозможность возвратить бракованный товар. Динамика роста жалоб дает реальный ответ на качество обслуживания населения. Всего за 14-й год поступило 2239 обращений, из них 48 письменных. За 4 месяца 2015 года уже 200, в том числе 23 письменных обращений. Проведенный анализ по своему деятельности показал, что большинство обращений поступило по критерию розничной торговли. Если в 2014 году 178 обращений, это 75% от всех обращений, а уровень по Республике Казахстан именно по этому критерию 30%, то в первом квартале 2015 года уже 98 обращений, то есть половина всех жалоб. Инспекцией финансового контроля Карганинской области проверено 133 учреждения и предприятия, финансируемых из местного бюджета. Общая сумма финансовых нарушений составила более 12 миллиардов тенге. Возмещено почти полтора миллиарда тенге. В сравнении с 2013 годом сумма финансовых нарушений возросла в пять раз при практически одинаковом количестве проверок. 90% суммы нарушений числятся за управление предпринимательства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, строительство. Сергей Высокозов, Улжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Кустанайская Академия Министерства Внутренних Дел ждет своих абитуриентов. Всех, кого привлекает престижная работа правозащитника. Обучение на базе вуза обеспечивает желающих бесплатным жильем, питанием и фирменной одеждой. Как поступить в Академию и получить грант, узнавал наш корреспондент Аймамрина. Кустанайская Академия Министерства Внутренних Дел уже на протяжении 40 лет выпускает отличных специалистов правопорядка. На базе вуза можно получить качественные, а самое главное – доступные знания. Ведь обучиться здесь можно бесплатно. В Кустанайской Академии слушатели готовят по специальностям. Правоохранительная деятельность, педагогика и психология, социальная работа с присвоением выпускникам специального звания лейтенант полиции и академической степени бакалавр. В период обучения слушателей обеспечивают питанием, проживанием и формой. К тому же, независимо от успеваемости, они получают стипендию – 17 тысяч тенге. Впрочем, на этом забота не заканчивается. После защиты диплома выпускники получат работу. Четырехлетнее обучение в Академии приравнивается к прохождению срочной воинской службы и засчитывается в стаж службы органов внутренних дел. При приеме абитуриентов важно не только физическое, но и психологическое состояние человека. Этому здесь уделяют особое внимание. Еще одно условие – результаты ЕНТ и комплексного тестирования. Они не должны быть ниже 50 баллов. Принимаются граждане, достигшие 16-летнего возраста, имеющие среднее, среднее, специальное, а также высшее нередическое образование. Годные по состоянию здоровья, к воинской службе и учебе. Желающим поступить в Кустанайскую Академию нужно поспешить. Документы принимаются до 15 июня текущего года. По адресу город Караганда, улица Поспела, 18, телефон 30-01-60. Марат Такишев, Исламбеков-Пан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Очередная ярмарка вакансий прошла в Караганде. Предприятия шахтерского региона предлагали людям рабочие места. Как выяснилось, больше всего нужны специалисты на технические должности. Как и где можно найти работу, расскажет Николай Кровец. На очередную ярмарку вакансий Наталью Кунову ее супруга привело огромное желание работать. Правда, женщина не имеет никакого специального образования. А ее муж недавно вернулся из колонии. У молодой семьи есть ребенок с случайных доходов, едва хватает прокормиться. Потому что сейчас очень много людей, которые не могут найти работу. И вот такие ярмарки помогают людям. Это объяснит встать на ноги, найти что-то для себя, помогать семье, в семью, приносить доход. Как раз для них сегодня на ярмарке представлены 2000 вакансий разных предприятий города. В основном в цене инженеры, прорабы, врачи, экономисты, юристы, машинисты, автокраны и многие другие востребованные специальности. Выбрать профессию сегодня могли инвалиды, воспитанники детских домов, лица, освобожденные из мест лишения свободы. Эта ярмарка именно для всех категорий лиц, которые ищут на сегодняшний день работу. В центре занятости у нас на сегодняшний день состоит 1120 человек, которые являются безработными. На начало года у нас было порядка 3000 человек. За этот период мы трудоустроили порядка 1800 человек. Организаторы советуют молодежи ответственно подходить к выбору профессии. Такие ярмарки показывают потребности современного рынка. А в самом центре занятости, что на улице Поспелого, с начала июля открываются курсы по переобучению карагандинцев. Безработным людям предлагают получить новые профессии слесаря, водителя, а также мастера строительных и отделочных работ. Курсы абсолютно бесплатные. Найти работу потом будет гораздо легче. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев. Первый карагандинский. Учителя 77-й школы детского сада провели ретро-фестиваль, посвященный Великой Победе. 70-летие – значимая дата в истории нашей страны. О подвигах ветеранов нужно помнить всегда и не только 9 мая, говорят работники этого учебного заведения. И сегодня на свой концерт они пригласили фронтовиков, чьими силами досталась победа. В фестивале приняли участие учителя, школьники и певец концертного объединения Калибайжанова – сержант Мусаинов. Ветеранов и тыловиков чествовали в этот день песнями военных лет. Исполнялись такие шедевры, как «Дарига Солкас», «Кистеле Орамал», «Синий платочек». Субтитры создавал DimaTorzok Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Приятных вам выходных, Аман Соболмстер. Субтитры создавал DimaTorzok